Палестинская ночь в чёрный бархат одета. После знойного дня дышит свежестью сад. Гефсимания спит в близках лунного света. Ветвы пышных деревьев листвой шелестят. Здесь, в полночной тиши, Иисус на коленях, К небесам просирающие руки в мольбе. Как томилась душа его скорбью смертельной. Отче мой, если только возможно тебе, Если только возможно, Отец мой любимый, Да минует меня смертью чаша сия. Пронеси эту чашу, молю тебя мимо, Но пусть воля свершится твоя, не моя. Дьявол слышал слова этой дивной молитвы И в последнюю сфатку с Иисусом вступил. Тихий сад Гефсимании стал полем битвы Против Божьего Сына тьма вражеских сил. Липкий шёпот стелился над самой землёю, В разум, в уши и в сердце Христа проникал. Помнишь тот разговор между мной и тобою? Я три года назад что тебе предлагал? Блеск, величие, власть, упиение славой Целый мир твоим бросить ногам я хотел. Во мгновение ока без жертвы кровавой Ты тогда отвергал столь счастливый удел. А теперь ни единой души не найдётся, Чтобы горькую чашу с тобой разделить. Нет, тебя не поймут, кровь напрасно прольётся. Ты посмешищем станешь еврейской земли. Посмотри, как беспечно в какое-то время Те, кого ты избрал и учил, мирно спят. Ты один понесёшь непосильное бремя, А они разбегутся, оставят тебя. Вот один из них предал любовь за монеты. Что тебя он не знал, скоро скажет другой. Ты под утро окажешься чернью раздетой, Опозорен ты будешь, оплёван толпой. Как злодей ты пристанешь на суд пред Пилатом, Твоё нежное тело порвёт римский бич. Неужели не страшись за жерстокой расплаты, За добро и тебя ли безгрешного бить? А потом палачи приготовят распятие, На кресте муки ада узнав, ты умрёшь. Неужели не страшись за жерстокой расплаты, За кого, небосын, на Голгоф упойдёшь? Мир не стоит, поверь, чтобы жертвой кровавой За порочные души людей ты платил. Я сегодня, сейчас облеку тебя славой. О, я знаю, ты точно её заслужил. И ручаюсь, что если пойдёшь ты за мною, Мы просторы вселенной вдвоём победим. Царских почестей ты, несомненно, достоин. Вот Иуда уж близок, вставай же, иди. Ведь не поздно ещё оттолкнуть смерти чашу. Пусть другой её выпьет до самого дна. Всё у ног твоих будет, не медли, решайся. Но Иисус отвечал, отойди, сатана. Нет, в решении твёрдом он не колебался, И с покорностью волю Отца принимал. Добровольно на смерть Иисус соглашался. Всё, что ждёт его завтра, он видел и знал. Не пугал его ужас пересмертных мучений, Не о часе Голговском он сильно скорбел. Боль за то, что не все примут жертву спасенья. Обжигало сознание, о, как он хотел покорить мир не силой, А нежною лаской, развернуть над землёю знамёна любви И любовь утвердить вечным символом власти, Подарив её людям ценою крови. Под покровом деревьев молитва звучала, Обнимала Христа гемсиманская ночь. Он прилежно молился в глубокой печали, И Отец поспешил Иисусу помочь. Помолившись, Христос встал Иуде навстречу И отдался безропотно в руки врагов. Гемсимания видела, как лёг на плечи Иисуса Груз наших тяжёлых грехов. Путь к Голгофе начался из этого сада, Запленённым Христом крался дьявол в толпе, Был он в ярости жалок и щедья ада. Иисус победил его в трудной борьбе. Там, в саду Гевсиманском, победа ковалась, Там решалась и наша с тобой судьба. О, как трудно Христу древо жизни досталось, Когда Он принимал на Себя вид раба. Тихий сад, место чудной молитвы Господней, Где Христос навсегда стал примером для нас. Дал бы Бог, чтобы был этот сад и сегодня, Местом встречи для нас наш молитвенный час. Не до крови ещё со грехом мы сражались, И Господь учит нас, чтобы мы, как Христос, На колени в саду Гевсиманском склонялись, И, открывшись сердца с потоками слёз, Открывали пред Богом свои помышления, И, смирившись, смогли бы сказать, Ты и я, Отче Святый, Святые молитвы в мгновение, Воля пусть будет твоя, не моя. Аминь. 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 Аминь.